Трасса 101 Приветствую! В эфире Трасса 101. Меня зовут Владимир Сметанин. В путь! С июля этого года грузовики и автобусы массой свыше 15 тонн, использующиеся для международных перевозок, должны быть оснащены тахографами. Данные приборы фиксируют и хранят в своей памяти информацию о скорости и маршруте движения, а также продолжительности работы и отдыха водителя. Штраф за отсутствие устройства составляет от 1 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц от 5 до 10 тысяч. С 1 сентября 2014-го тахографы станут обязательными для грузовиков с максимально разрешенной массой от 12 до 15, а с 1 апреля следующего года от 3,5 до 12 тонн. Рассмотрение в окончательном чтении закона проекта об уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения Госдума назначила на осень этого года. Для такого рода нарушителей документ предусматривает штраф 300 тысяч рублей или принудительные работы, либо тюремный срок до двух лет. Депутаты считают, что данная норма будет иметь хороший профилактический эффект. Вряд ли кому-то хочется заиметь черное пятно в биографии в виде уголовной статьи. Кировские автомобилисты с этим согласны. Вот за такой закон я полностью за. Я согласен полностью с Государственной Думой. Если повторно попал с пьянкой, то лет 5 общего режима. Я думаю, да, нужно уголовное наказание за вторую пьянку. Обязательно. На сайте ГИБДД появилась новая услуга – проверка подлинности водительского удостоверения. Для этого в специальном разделе необходимо ввести серию и номер прав, а также дату выдачи. Если все в порядке, то через секунду система выдаст дату рождения владельца документа, даты выдачи и окончания срока действия, плюс открытую категорию или категории. По мнению госавтоинспекторов, сервис окажется полезным в первую очередь предприятиям, которые принимают на работу водителей. ТРАССА 101 Городская версия «Лады 4х4» поступит в продажу в октябре этого года. От обычной «Экс-Нивы» машина отличается наличием кондиционера, других бамперов, новыми решеткой радиатора, зеркалами, дисками и шинами, блоком освещения салона, обивкой и так далее. По словам президента «Автоваза» Бу Андерсона, «Лада 4х4 Урбан» окажется привлекательной не только для поклонников наших марок, но и для тех, кто ездит на кроссоверах «Хонда», «Тойота» или «Сузуки». Стоимость авто пока неизвестна. Опасался серьезных последствий для автомобиля, но, к счастью, все обошлось. Это история вице-спикера областного законсобрания Владислава Гукасова. Еду, уже были сумерки. Это летнее время, где-то часиков, наверное, 9 было. Подъезжаю к Волграду. И лежит столб световой, деревянный столб. Я, видно, мандражнул и нажал вместо тормоза на газ. И я перелетел. Перелетел достаточно удачно. Чуть-чуть сломал бампер на машине, достаточно удачно перелетел. И ничего не случилось. А хотя, в принципе, я уже ожидал, думаю, сейчас вернет и меня, и машина могла перевернуться. И все. У меня колеса передние заехали на столб. И получается, что автоматом, как на баге, переехало. А с навес минут 10 пришел в себя и дальше поехал. Вот такая была ситуация. На этом все. До завтра. Трасса 101